Добрый день! Сегодняшнюю свою видеозапись я хочу посвятить разбору учебников и вообще сделать некоторый цикл таких роликов по поводу учебников, которыми пользуется современная школа и попробовать их сравнить между собой и может быть немножко сравнить с тем опытом советской школы, которые также можно найти в интернете в виде уже каких-то копий старых учебников, которые сегодня доступны и которым все время апеллируют многие наши соотечественники, многие родители, которые интересуются тем материалом, с которыми сталкиваются школьники и сами видят его у своих детей и удивляются, вспоминают свои учебники и много говорят о том, что вот мы учились по совсем другим и удивляются тому, что вот они видят современных учебников. И начать я хочу, естественно, с начальной школы, потому что, на мой взгляд, большинство проблем современной школы, которые существуют, они существуют как раз по причине того, что у нас происходит сегодня в начальной школе. И для разбора я взял вот эти два основных учебника, да, сегодня самых распространенных, ну, по крайней мере, в Санкт-Петербурге. Есть еще ряд, ну, как минимум, три или четыре учебные линии, которые используются, но я взял вот две наиболее распространенные, это издательства посвящения. Одна из них называется «Школа России», другая называется «Перспектива». Соответственно, ну, понятно, что это и то, и другое издание рекомендовано для использования в школах, и к ним сегодня учителя обращаются. И эти самые учебники дети-первоклашки получают в школах и по ним, собственно, работают. Значит, и я себе позволю сравнивать их и сравнивать с теми букварями, с теми азбуками, которые были, ну, по крайней мере, в позднее советское время, в 70-е годы, были в ходу в Советском Союзе. На мой взгляд, это будет довольно интересное сравнение. Значит, ну, прежде всего, да, вот два учебника, они у нас представлены в двух книжках. Это, собственно, такие довольно увесистые книженцы, и одна, и другая, там, по 130 страниц примерно каждая. То есть, понятно, что сам по себе учебник совсем не маленький. Значит, что бросается в глаза, если взять, сравнить сразу два учебника, которые мы имеем сейчас, и те учебники, которые мы имели раньше. То есть, вот так называемый форзац, да, пустой, и на нем только указано, собственно, что это такое за учебник. В отличие от того учебника, который знаком нам, как родителям, по которому мы учились еще, да, то есть, там, 70-го года, там немножко все было иначе. Оформлено, он был по-другому. Здесь находились, соответственно, те самые азбуки, которые нам предстояло изучить. Ну, главное отличие от вот этих двух программ, это подход в планирование. И сразу, что бросается в глаза, то, что мы с вами первым делом, когда мы начинаем учиться, мы с вами начинаем разглагольствовать вместо того, чтобы учиться. Потому что и в том, и в другом случае мы имеем с вами сразу какие-то написанные тексты. Здесь их больше, здесь меньше. Но при этом, как бы, нас вводят в курс каких-то тут, вот, теперь мы ученики, книжки мои друзья. Причем вот это все читать должен, естественно, родитель. Ну, по идее, предполагалось, должно, что ученик может и не иметь навыков чтения в первом классе, и, соответственно, вот это должно читаться родителям. Сразу забегаю вперед, скажу, что в букварях, в азбуках советского времени никаких текстов на первых страницах этих самых азбук, букварей просто не было. То есть для детей предполагалось, что они сразу не могут читать какие-то тексты, и буквы их только будут путать и пугать. Да, и прежде чем смотреть, собственно, содержание, я еще напомню, что на этот учебный предмет, то есть на изучение азбуки, на научение, как бы, читать, у нас отводятся 4 часа в неделю в течение 92 часов. То есть, ну, 92 часа, это примерно получается, ну, там, полугодие, да, за полугодие ребенок должен научиться читать. Значит, и там, и там, и в той, и другой программе. Значит, что сразу бросается в глаза? Если мы начинаем листать эти даже учебники, то получается, что к буквам, да, собственно, к буквам, да, к изучению возможности читать, то есть научению читать. По программе «Школа Россия» мы приходим на 21-й странице, а по программе «Перспектива» мы приходим только на, извините, 67-й странице. То есть называется этот раздел АБВГД и вот буковка А начинается на 68-й странице. То есть вот это все время, вот это все время на уроках, посвященных изучению азбуки, мы до ноября месяца по программе «Перспектива» занимаемся разглагольствованиями. То есть вот 4 часа в неделю ребенок не изучает букв до ноября по программе «Перспектива». Когда начинал изучать буквы ребенок в советское время? Он их начинал изучать на первой неделе. Это 8-я страница букваря. Ну, я рассматриваю сейчас букварь, который был у меня в частности, да, ну, примерно такая же. Там интересный момент, что в момент, когда я учился в 70-е годы, в конце 70-х, значит, на руках у учителей, у родителей могли быть две книжки одновременно. То есть они были тоже изданы в его просвещении. Это была книжка «Букварь» для родителей, для семейного изучения, обучения и букварь, который выдавался в школе. То есть тот, который не продавался вообще в учебных, ну, или в книжных магазинах, его можно было только получить в школе. Вот этот букварь, он был сугубо такой строгий, и он был посвящен исключительно изучению букв и слогов, и слов, и умению читать. А букварь, который был книжкой для домашней работы, для родителей, мог быть куплен в учебном книжном магазине, соответственно, там был набор не только инструментария для изучения, собственно, букв, но и еще как бы отсыл к прописям и к домашним заданиям. То есть там специальным образом была распределена, значит, вот эта вот программа была распределена еще и с возможностью работать с прописями и тетрадями. Была интегрированная как бы программа. Еще, кроме всего, интересно, что там еще интегрирована и математика отчасти, там чуть-чуть совсем маленькие элементики, да, то есть там цифры от 1 до 5, по-моему, всего лишь встречаются в этом букваре, но они уже там есть. Вот такая вот тоже была как бы возможность выбора, то есть, видимо, для детей, у которых хотелось чего-то большего, вот была предоставлена такая возможность. Поэтому разговор о том, что там не было выбора, это тоже, значит, фейк, потому что этот учебник 69-го года, причем вышедший даже раньше, чем букварь, по которому я учился на год, она была в продаже, и он есть сегодня в интернете, его можно скачать. Значит, соответственно, вот смотрим, возвращаемся к этим двум азбукам. Итак, собственно, буквы мы начинаем изучать, ну, скажем так, в октябре, а здесь в ноябре. Чем же мы занимаемся до этого? Ну, собственно, мы занимаемся изучением как бы речи, да, как бы речи. Потому что вот в Школе России мы начинаем с устной и письменной речи и говорим о том, что у нас есть речь, в ней есть слова, и вот мы начинаем здесь выделять слова. Примерно этому же посвящена, то есть, речи посвящена и программа «Перспективы» на первые месяца, но здесь вообще нет такого понятия, как слово. Вот на первых неделях, то есть мы разговариваем только о каких-то картинках, рассуждаем, подумай и скажи. В общем, эти вот так называемые метапредметные навыки, которые на самом деле ничему не учат на данном этапе точно, ну, как бы разглагольствование. Только разглагольствование. Представьте себе, 30 человек в классе сидят, и какое количество из них может что-то внятно поразглагольствовать, да? Ну, скорее всего, и уж точно это не настраивает на учебный процесс, то есть мы ничего не учим, мы обсуждаем, мы рассуждаем, мы обсуждаем, чего обсуждаем, неважно. Вот мы разные самые тут, цветочный город, Пилюлькин, Винтик, Незнайка, при этом я напоминаю, что дети читать еще не умеют, они просто разглядывают книжки, ну, то есть кто-то из них умеет, мы будем читать, что они не должны уметь, в принципе, не обязаны уметь читать, и вот до ноября вот мы вот этим всем занимаемся, вот этой всей ерундой. Дорожные знаки, причем тут дорожные знаки и азбука, вот кто-то мне может объяснить, я не знаю. Какие-то удивительные звезды, звездное небо мы обсуждаем, это вот программа перспективы. И отмечу, что 39-я страница, 41-я страница, да? Ну, вот только на 41-й странице у нас появляются какие-то квадратики, что это значит, что у нас есть какие-то объекты в предложении, да? И мы можем начинаем их как-то разделять. Но, значит, вот здесь в программе, соответственно, Школа России, здесь у нас уже на буквально третьем уроке появляется такое понятие, как слово. Вот здесь таких понятий нет, да? То есть понятия вообще нет слова. Здесь вводится определение, чем, на мой взгляд, интереснее все-таки хоть как-то разумнее построена программа Школы России, то, что здесь есть хоть какие-то определения. Мы видим, что предложение состоит из слов, вот здесь есть у нас, есть, состоит из предложений, предложение будем обозначать, вводится определение. То есть есть некоторые, так сказать, важные реперные точки, на которые обращается внимание родителя, ученика. Кстати говоря, вот возвращаясь к букварям и к азбукам 70-х годов, мы видим, что там первым было слово, как это ни странно звучит. И как раз со слова начинается, в принципе, все изучение языка и способов записи нашей речи. То есть ребенку объясняется, что существует слово и более того, слово, оно может состоять из слогов. То есть это первое и базовое понятие, которое вводится в изучение азбуки в старых учебниках. То есть слог, как основа слова, оно вводится уже в начале. И прямоугольничками там обозначаются именно слога. При этом, что самое интересное, что слога, они не путаются со словами и они никогда не объединяются в какие-то объединенные прямоугольнички, как это сделано в учебниках современных. Ну, на мой взгляд, это менее понятно для ребенка, чем как раз ситуация в старых букварях, когда слога, это было как бы отдельное совершенно понятие, и с него, из этих слогов составлялись слова. То есть мы сегодня имеем слово и делим его на слога, а тогда все было наоборот. Слага, из которых состоят слова. Ну, на мой взгляд, это более логичная вот старая схема была, потому что есть односложные слова, маг, рак и так далее, и на них проще объяснить ребенку, что такое слог, что такое слово. В нашем случае, в современных учебниках логика в этом смысле нарушена, и даже в Школе России, которая, на мой взгляд, может быть, более разумно в этом смысле построена. Значит, если мы говорим про учебник с названием «Перспектива», то здесь вообще о словах речи не идет. О словах, о смыслах, о понятиях речи не идет вообще. Есть звуки. У нас звуки, мир полон звуков, звуки в природе и так далее. Дальше «Перспектива» сразу выходит на гласные и согласные звуки. Исходят авторы этого учебника из того, что мы сначала начинаем почему-то изучать звуки. И вот эти звуки здесь вводятся, вот эти вот значки волшебные, которые потом пришли к нам, на самом деле, в 60-е годы. И вот эта азбука Давыдова и Эльконина, которая появилась, и вот эта методика, которую они предложили, она пришла к нам как, скажем так, передовая азбука того времени. И почему-то считалось, тогда вот наука педагогическая стала утверждать, что именно такой способ, он более правильный. И нужно обязательно изучать, вот начинать изучение слов именно со звуков. И еще до того, когда мы заговорили о буквах. Поэтому у нас есть гласные и согласные звуки, у нас есть твердые и мягкие согласные. То есть мы еще не знаем букв, но мы уже должны изучить твердые и мягкие согласные. И вот это вот все безобразие, которое в жизни никаким образом нигде не встречается никогда, ни при каких условиях, значит, этому всему посвящено довольно много времени. То есть вот мы видим, что это с 46-й страницы и дальше до, как я уже говорил, до 67-й, до 68-й страницы в учебнике. То есть это несколько недель мы вот этим вот занимаемся. Школа России начинает со слов и слогов, и здесь сразу вводится такое понятие, как ударение. Но не как понятие, не как смысловое здесь вводится понятие, а просто, что ударение обозначается на письме, вот таким значком. Ну, тоже сомнительно, то есть все такое ударение, это нужно как-то родителю объяснять ребенку, и учителю тоже придумывать, объяснять, что такое ударение. Значит, дальше опять, здесь точно такая же история про звуки. Здесь мы начинаем говорить про звуки, которые бывают разными. Пчелы, значит, комары, воздух шипит, собака рычит и так далее. Потом вдруг почему-то начинается край родной, край любимой. Ну, не очень понятно, почему так называется этот урок. И почему-то тут же начинаются согласные и согласные звуки. То есть вот эта эклектика тем, это волшебная особенность современных учебников. Ну, хорошо. Звуки в схемах обозначаются. Опять мы вводим схемы. Здесь мы вводим схемы с квадратиками, здесь мы вводим схемы с кружочками. То есть мы до изучения письменности, а при этом у нас существует уже урок письменности, то есть отдельно в это же время дети начинают уже писать в тетрадках, в прописях. При этом, в частности, по перспективе они пишут не прописные буквы, а они пишут зачем-то печатные буквы. Зачем? Непонятно. Ну, про прописи это отдельная тема, потом отдельно поговорим. Вот определение, что гласный звук определяет слог, этого и образует слог. В перспективе, в программе перспективы вообще не упоминается. Ну, как и про прочее, там вообще нигде ничего не упоминается. В Школе России, по крайней мере, есть определение. То есть объясняется и родителю, в том числе, который работает дома с учебником, если он работает с ребенком, то он, по крайней мере, увидит, о чем речь. Здесь это нужно догадаться, и как это сделать, в общем, не очень понятно. Видимо, читать методички еще и родителю нужно. Значит, дальше здесь у нас, собственно, слога разбиваются, слова разбиваются на слога. Опять предложение, а потом внутри предложения мы строим какие-то вот такие вот схемы. При этом еще выделяя, опять-таки, гласный или согласный. И вот, как я говорил, на 21-й странице мы уже подбираемся к азбуке непосредственно, то есть к буковкам. Ну, в случае с программой перспективы мы продолжаем развлекаться вот с этими значками. Родители читают нам сказки, при этом ребенок должен вставить какие-то слова, поняв вдруг почему-то, что вот это волна, хотя это просто линия может быть там и так далее. То есть, ну, в общем, здесь развлекаются родители с детьми до, наконец-таки, добираются, продираются через вот все эти дебри, значит, звуков и природных, и неприродных, продираются к буквам. Наконец мы начинаем чего-то про буквы говорить. Сразу хочу отметить, в современных учебниках очень много текстов, то есть они просто переполнены текстами. Бесконечный текст, который должен читать не пойми кто, не то ребенок, который должен уже уметь читать, ну тогда зачем весь этот текст, зачем мы тогда изучаем букву А, если он ее знает, зачем мы вот это все предыдущее здесь понаписали. Либо родитель. В старых букварях вот тексты появляются в учебнике вообще в принципе только после того, как ребенок эти буквы изучил. То есть каждая новая буква вводит новый кусочек текста. Поэтому и слога, и все вот эти мама мыла раму, и все прочие вещи, которые мы все помним с наших учебников-букварей, они там оправданно появляются ровно в тот момент, когда ребенок изучил буквы. Здесь же тексты, вот они, учебник напичкан словами. Непонятно зачем. Вот еще раз повторю, я не понимаю, зачем тогда ребенок должен учить А, О и прочие всякие У и И, если он уже до этого все это прочитал. Буква А, буква А. Здесь есть определение, здесь никаких определений в принципе не существует. Опять слова разбираются на составные звуки. Ребенок должен догадаться, что это лиса, а не лисичка. Вот здесь он должен догадаться, что это акула, а не рыба. Ну, в общем, здесь масса всяких разных интересных ребрусов. Вместо того, чтобы учить на самом деле запись слова и его смысл, понимание, и главное, что уметь его писать. То есть здесь никакой связи между записью слова и правильной записью слова, пониманием смысла слова и, собственно, буквами, из которых он состоит, практически нет. Дальше мы движемся по буквам. При этом обращу ваше внимание, интересный момент. То есть в современных учебниках сначала изучаются полностью гласные. То есть сначала идут АУ, ИИ, но в старых букварях, в старых учебниках, азбуках буквы изучались немножко иным способом. То есть тогда ставились сначала несколько гласных, потом после этого несколько согласных. Для чего? Для того, чтобы можно было составлять те самые слога. Чтобы можно было перейти от абстрактного разговора про буквы к конкретному разговору о написании слов. О том, как записать. Мама, мыло, раму. Еще принципиальное отличие современных учебников от старых учебников заключается в том, что мы изучаем состав слова не только с точки зрения слогов, из которых состоит это слово и как оно пишется, но еще и с этой точки зрения звуков. То есть мы постоянно возвращаемся к этому звуковому составу слова. И вот это, на самом деле, на мой взгляд, ключевое проблемное поле. Потому что это, на самом деле, для ребенка дополнительный бессмысленный перегруз. Изучать одновременно букву, состав слова с точки зрения слогов, умение его написать и еще и зачем-то разбирать в эти схематические записи, которые обозначают звуковой состав слова. Ну, это как бы перегруз и, главное, какой смысл в этом. Я, честно говоря, для себя не могу понять. И объяснить мне это никто толком не смог. Ни учителя, ни профессора, ни кого бы я не спрашивал. То есть говорят, что это, дескать, якобы помогает ребенку освоить лучше родную речь. Но и он слышит, якобы, значит, разницу между словом, не знаю, дым и дом. Да, то есть, ну, на самом деле, все это полная чепуха. Потому что если он видит, как это написано и о чем идет речь с точки зрения текста в контексте, опять-таки, да, то понятно, что он разберется, что такое дым и что такое дом. Современные азбуки напичканы какими-то постоянными загадками, ребусами, развлечениями и отвлечениями. То есть мы не изучаем слова, да, и слоги, и не собираем слоги в слова и в предложения. А мы занимаемся разгадыванием каких-то постоянных загадок. Скажи, расскажи, разгадай, угадай. Ну, все это, конечно, хорошо. Это так называемые, как считаются сегодня, там, называются метапредметные навыки, да, какая-то сообразительность развивается и так далее. Но с точки зрения умения читать и писать, это не развивает ничего точно. То есть вот меня это просто поразило, когда я увидел вот эти учебники, что называется, вживую. В отличие от перспективы, в Школе России учебники написаны, ну, по крайней мере, обозначено, что вот эти тексты могут читать родители, а вот этот шрифтом больше читают дети. Ну, это как бы как минимум удобнее, да. Я уже не говорю о том, что здесь текстов бесконечное количество, да, то есть их просто море. То есть количество, вот это количество времени на отработку всех этих заданий для меня является большой-большим вопросом, потому что, на самом деле, с точки зрения нагрузки, ведь никто же не отменял других предметов. Это мы с вами смотрим только один единственный учебник, который должен быть пройден. Я повторюсь, напомню, вот это всё должно быть пройдено за полугодие. То есть вот мы вот за одно полугодие вот это всё должны изучить, прочитать, значит, отработать в рабочих тетрадях. Мы должны всё это... Представляете, какая нагрузка на семилетнего ребёнка падает вот с этими букварями? Я, честно говоря, немножко нахожусь в шоке. Вернусь к букварям 70-х годов. Если полистать этот букварь, он по мере прохождения программы, да, увеличивался в количестве текста, но всего в том букваре было 110 страниц, да, и всего, соответственно, эти 110 страниц, если по количеству знаков даже посчитать, я думаю, что, ну, раз в 8-10 по объёму информации, по объёму текста, который нужно было прочитать, там было меньше. Здесь же мы имеем с вами две книжки по 130 практически страниц, 260 страниц, это втрое больше просто по объёму, и при этом абсолютно бестолкового содержания, на мой взгляд, потому что, ну, вот такие длиннющие тексты в первом классе к ноябрю месяцу, да, к декабрю месяцу, ну, дети читать, я вряд ли представляю себе, что кто-то из детей может прочитать вот эти тексты самостоятельно, тогда зачем сюда их печатать, честно говоря, у меня большой вопрос. О чём, что можно сказать по итогу? Значит, вот это всё, вот это всё, это, конечно, утверждённые в Министерстве образования материалы для работы учителя. И ученика. Ну, я, честно говоря, немножко в замешательстве нахожусь, как можно по такому объёмному материалу освоить знания родной азбуки и научиться правильно и грамотно писать хотя бы простейшие тексты, писать или читать, а главное с пониманием, потому что вот всё то, что тут дано, это осмыслить вот такие тексты невозможно в принципе. Ну, я имею в виду ребёнку 7-8 лет. Прочитать-то их за это время физически не сможет. То есть понятно, что всё это читают родители за ребёнка. Он что-то по верхам усваивает, что-то по верхам слегка осваивает и узнаёт, но в реальной жизни у него это всё никаким образом не закрепляется. И поэтому вот первая самая базовая проблема этих учебников как раз и заключается в том, что мы с вами имеем не умеющих читать детей. Мы будем дальше смотреть другие учебники, и мы будем точно так же приходить к выводу, почему мы сегодня имеем не умеющих считать детей, не понимающих окружающей природы детей и так далее. Именно потому что материал, который здесь даётся, не посилен. Вот этот текст, например, прочитать ребёнок 8 лет самостоятельно с пониманием того, что здесь написано, я практически уверен, что не может. Вот спросите ребёнка, когда он прочитает это, попросите ребёнка 1 класса прочитать вот этот текст и спросите, что он из него понял. Он, скорее всего, не понял ничего. И мы продолжим не только, естественно, исследовать азбуки, прописи, русский язык, математика. В целом я постараюсь разобраться со всеми учебниками начальной школы, с современными учебниками и сравним их с старыми учебниками. И я думаю, что это важно, потому что вот как раз посмотреть, где проблемы современных детей, где они на самом деле, где их корни этих проблем. Потому что всё то, что мы сегодня наблюдаем, к сожалению, в средней и старшей школе дети не умеют осмысленно читать. Они не очень хорошо считают и не понимают вообще, не имеют никакого навыка счёта. Они не любят это делать. Они не умеют читать книжки, не понимают, что там написано. Вот это всё, мне кажется, всё-таки это очень глубоко, корнями уходит именно в учебные программы современные, которыми мы учимся. Поэтому мы их обязательно все разберём, сравним их с старыми учебниками. И я думаю, что это будет поводом для, наверное, каких-то выводов родителей, которые об этом думают. И поэтому подписывайтесь, будем исследовать наши учебники и дальше. До свидания.